Для того, чтобы победить начинающего шашиста, вы можете расставить для него несложную ловушку, в которую он, скорее всего, попадется. Для того, чтобы победить мастера спорта, вы должны поймать его на вариант, который он не знает. А для того, чтобы победить гроссмейстера, чемпиона мира, вы должны поймать гроссмейстера на проанализированный вами вариант, уметь далеко и точно рассчитывать позиции, ну и, так сказать, иметь чуточку везения. Здорово, шашечная братва! Сегодня мы рассмотрим одну из лучших партий гроссмейстера Игоря Михальченко. В этой партии он победил гроссмейстера, чемпиона мира Сергея Белошиева. Причем победил, что называется, по заказу. То есть, Сергея Белошиева устраивала ничья, но Игорь Михальченко победил в этой партии и в итоге стал чемпионом Европы по Блицу. Соперником выпал следующий дебют. ЕД4, БЦ5, черные бьют на А5 и белые играют АБ4, черные отвечают АБ6. Сложный дебют. Самое лучшее продолжение здесь играть именно ДЕ3. Вроде бы кажется, что белым надо играть БА3. Ну, этот ход неизбежен, но на самом деле он уже ведет к преимуществу черных. Надо играть именно ДЕ3. Ну, и в этой позиции все ходы черных, в принципе, ведут к несложным позициям, кроме единственного. Ход БА7. То есть, он заставляет белых именно пойти БА3. И вот после этого, именно за счет связки, черные имеют инициативу. Черные играют ХГ5, белые играют ЕД4, выходят в центр. Черные играют ЖХ4 и белые играют ЦБ2. Ну, в принципе, в этой позиции был возможен еще размен ДЕ5. ЦБ2, ХГ5. Ну, и в этой позиции, обратите внимание, у белых уже остается единственный ход. То есть, ЕД2 не пойдешь из-за ДЦ5, понятно. ФЕ3 плохо, там связка остается. А ДЦ5 плохо из-за того, что белые бьют и черные бьют именно на Б6. И у белых нет хорошего хода для размену. То есть, приходится закрываться и позиция белых плохая. А такого хода нет из-за того, что белые проигрывают шашку. То есть, в этой позиции единственный ход. ДЕ5. Разменялись. И черные играют ЖХ6. В этой позиции также лучшее продолжение за белых ЕД2. Ну, и обычно в этой позиции играли АЖ7, ДЕ3. И черные менялись назад. Белые затем менялись на поле Е5. И партии довольно-таки быстро заканчивались в ничью. Такие продолжения уже встречались, в частности, в партиях гроссмейстера Владимира Егорова. Игорь Михальченко как-то анализировал эту позицию и нашел забавную ловушку за черных. Черные неожиданно в этой позиции играют ДЦ7. То есть, он ставил эту позицию на компьютере, на компьютерной программе Эдеон. Ну, и смог найти, что, оказывается, тут ЕФ6, хоть он проигрывает. Хотя, кажется, очень сильным. В партии с Сергеем Белошевым у него в этой позиции у Игоря Михальченко было 2 минуты. И у Сергея Белошева 1 минута. Ну, в принципе, Сергея Белошева, еще раз скажу, устраивала ничья. Поэтому Игорь Михальченко тут схитрил. Он сделал вид, что думает, размышляет в этой позиции. Хотя он ее уже анализировал, то есть, знал все тут детали. И все-таки играет ДЦ7. Кажется, что черные получают худшую позицию. Ну, допустим, белые играют ЕФ6. Надо отходить. Тогда белые проводят вот такую несложенную комбинацию. Ну, и в какую сторону не бей. Белые проходят на преддамочное поле и выигрывают. Скорее всего, Сергей Белошев подумал, что в этой позиции черные проведут вот такую комбинацию. ЖФ4 отдали сюда, 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 сюда. Дамка. Ну, и черные, как видите, остаются без шашки. Шансы на победу тут только у белых. Скорее всего, Сергей подумал, что черные будут играть именно таким образом. Черные действительно в этой позиции на ход ЕФ6 заготовили комбинацию, но несколько иную. Ну, сразу же скажу, что не проигрывал ход до Е3 в этой позиции. То есть, нормальное продолжение. Черные, скорее всего, разменялись бы назад. Белым надо играть БЦ5. Черные еще раз размениваются назад. Ну, и белые постепенно подтягивают силы свои АЖ3. Затем разменяются в центр, ну и получат равную позицию. Теперь давайте рассмотрим самое интересное. После ЕФ6 черные действительно проводят комбинацию. Но она выигрывает. Черные играют ЖФ4. Белые бьют. И черные неожиданно играют ФЕ7. То есть, с этого бока будет проходить комбинация. Теперь АЖ5. Теперь АЖ7. И играют СД6. Побили, побили, побили. И черные за гребущими руками снимают 4 единицы соперника. И выясняется, что эта позиция проигранная. У белых единственный ход БЦ3. Тогда черные играют ДЦ5. В этом положении за черных выигрывают единственные ходы. Но все-таки выигрыш есть. То есть, если АБ2, мы играем АБ6. То есть, напали, отошли. Именно на поле Е3. Единственный ход. Теперь, если БА5, мы играем БЦ5. И после хода БЦ3 размениваемся вот таким образом. Ну и белые не имеют хороших ходов для продолжения борьбы. Надо сдаться. Если в этой позиции белые играют ЦБ4. Тогда снова уходим на Е3. Ну, АБ2 не пойдешь. Потому что снова играем АБ6. Ну и все сводится к этой позиции, которую мы уже рассмотрели. Допустим, белые играют БА5. Тогда выигрывает ход на Ф4. И возможен следующий вариант. Ну, понятно, АБ4 не пойдешь. Просто простой выигрыш. То есть, АБ4, допустим, напали. Ну, не знаю. Нет. Легко выиграно, да. Интерес представляет выигрыш после хода АБ2. Здесь надо нападать. Белые играют АБ4. Черные бьют. И здесь белые играют БЦ5. Теперь черные занимают поле Е5. Белые играют, допустим, ЖФ2. И мы точно должны пойти дамкой на поле... Так, вру. На поле Ф4. Теперь, если белые играют АБ6, мы просто уходим на Б8. Ну и после хода ФЕ3 размениваемся. Ну и обрезали белых по нижнему двойнику. Легкие выигрыш. Если же белые в этой позиции так... Отдают шашку. Мы бьем на С1 или Д2. Без разницы. Белые играют СД6. Мы играем ФЖ5. Надо идти. Нападаем. Но сюда нельзя отходить. Потому что дамка тут же гибнет. И черные выигрывают с помощью оппозиции 2 на 2. Если же белые ставят дамку на Б8, то снова выигрывают единственный ход. Аж же 3. Надо жертвовать и нападать. Кажется, что черные вроде бы где-то ошиблись. Белые достигают ничей. Но на самом деле это не так. Черные просто скромно уходят в сторону. И выясняется, что срединные поля, любое срединное поле белые не могут занимать из-за простого трамплина. То есть черные отдают шашку и забирают шашку и дамку. То есть выясняется, что дамка белых должна либо ходить по полям А7-Б8, либо А7-Ж1. Ну и черные легко выигрывают. Допустим, пошли сюда, 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 поставили дамку. Сюда, сюда. Ну, понятно, что сюда нельзя идти из-за того, что белые дадут дамку. Просто пошли сюда, 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 сюда. Так, выждали. Сюда, сюда, сюда. Да, и зажали черных на двойнике с легким выигрышем. То есть в этой позиции, когда белые сыграли ЕФ6 и черные сыграли ЖФ4, белые побили. После хода ФЕ7 Сергей Белошев тут же сдался в этой позиции. Игорь Михальченко отметил, что белые еще могли сопротивляться. Возможно даже, что Игорь не смог бы найти выигрыш в заключительной позиции. То есть там черные должны делать единственные ходы на выигрыш. Но, тем не менее, выигрыш у них есть. Но Сергей Белошев тут же сдался. Видимо, понял, что вот эта позиция была Игорем детально проанализирована. И он попался вот в такую гроссмейстерскую ловушку. Ну, еще одну партию хочу показать. Игорь Михальченко показывал эти партии на одном из стримов на канале «Все о шашках». Дам ссылочку на этот стрим. Всем рекомендую его посмотреть. Также детально изучить. Очень интересный стрим. Следующая партия была сыграна Игорем Михальченко с гроссмейстером Марадуло Амрилаевым. Марадуло Амрилаев также является чемпионом мира по русским шашкам. Выпала следующая жеребьевка дебютов. Белая шашка H2 летит на B4. Черная шашка G7 летит на поле H2. Ну, сразу же отметим про себя, что играть GH4 плохо. Из-за того, что белые играют BC5. Ну, и в этой позиции вот такой ход уже проигрывает CD4. То есть, черные зажимают свой правый фланг ходом AB6. Затем размениваются на G5 и легко выигрывают эту позицию. То есть, так играть нельзя. Поэтому гроссмейстер Марадуло Амрилаев играет ED4. Побили и меняются белые вот таким образом. Ну, равная позиция. У черных чуть поприятнее. Но, в принципе, особых проблем у белых нет. HG7. B5. Ну, и здесь Игорь Михальченко решил как-то немножко подкрутить позицию. Сыграл HG5. Ну, надо как-то выигрывать, пытаться. Белые нападают GH4. И черные уходят в центр. Занимают шашкой F4. Так называемая, видите, образовалась коловая шашка. Теперь белые играют BC3. Черные играют GF6. Ну, как-то надо тут обострить позицию. CB4. FG3. DE3. И Игорь сыграл GH2. Ну, то есть, в принципе, вот эта шашка на H2. Разведчик, он довольно-таки силен. На самом деле. Белые играют AB2. И черные здесь играют DE5. Что хотят черные? Черные не позволяют сыграть белым BC3. Из-за простой комбинации EF4 и ED6. Черные попадают на предамочное поле и легко выигрывают. Естественно, гроссмейстер Марадулом Рилах замечает это. И играет CD2. Черные играют FG7. Построили ударные колонки. Ну, и обратите внимание, что здесь не проходит вот такой план за белых. То есть, если белые меняются вот таким образом, черные нападают. Допустим, белые еще раз хотят напасть. Ну, и черные в этой позиции выигрывают даже. Они играют FG5. Затем ED6. Ну, и проводят вот такую комбинацию. С выигрышем. Марадулу Амрилаев рассчитал эти варианты. И поэтому играют в этой позиции BC3. Черные в этой позиции играют G6. Ну, на самом деле, данную позицию Игорь Михальченко уже получал. В своей партии на гамблере с гроссмейстером Арунасом Нарвайшесом. Тоже сильный гроссмейстер из Литвы. И у соперников получилась следующая позиция. Белые играют ED4. И черные играют ED6. Арунас Нарвайшес здесь разменялся. И Игорь Михальченко сыграл DE7. Вроде бы белые связали фланг черных. Но, на самом деле, тут черные получилось, что связали белых. За счет вот как раз вот этого разведчика на поле А7. То есть, по сути, у белых тут нет нормальных ходов. То есть, такие вот комбинации не проходят. Дамка. Побили. 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 Ну и черные легко выигрывают. Поэтому Арунас Нарвайшес в этой позиции сыграл FE3. Игорь Михальченко ответил HG5. Последовало EF2. Ну и черные провели выигрывающую комбинацию. CD6. Побили. 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 Выбили шашку на поле C3. Черные бьют три шашки. Проходят дамки. Дамка их тут же гибнет. Но в конечной позиции черные... Выигрывают две шашки. Конечно, тут пришлось Арунасу сдаться. Видимо, Марадулу Омрилаев рассчитал эти варианты. Поэтому не стал размениваться. BC5 сыграл FE3. Ну, кажется, что черным можно сыграть HG5. Ну и допустим, после EF2 черные играют DE7. То есть, опять не дают белым размениваться. Вроде бы кажется, черные выигрывают. Но на самом деле, белые жертвуют шашку. Ну и уже у черных ходов нет. Тут может только сдаться. Так, прошу прощения. Не FE3, а DE3. Ну, все то же самое. То есть, ход DE7 плох. Мы выяснили. То же самое. DE7, допустим. EF2, HG5, FE3. Ну и FG3. И у черных плохо. BC5 не очень хороший. Потому что, ну, белые просто разменяются. И, как говорится, позиция, скорее всего, придет к ничьей. А Игорь хотел здесь выиграть в этой позиции. У него оставалось здесь не более 15 секунд на всю партию. И Игорь успел насчитать очертания, так скажем, перспективного Ншпиля. Черные играют HG5. Белые играют ED2. Надо играть. И черные играют здесь. Как раз в этой позиции уже плохо играть. EF2. Потому что черные разменяются. Легко выиграют эту позицию. Поэтому белые здесь проводят вот такой удар. Отдали 3. И играют FG3. Побили. Побили. Ну и здесь Игорь в расчете планировал вот такой вариант. То есть DC5. BC5 побили. Ну и здесь хотел разменяться, допустим, сюда. Сюда. И сюда. Ну, с более лучшим Ншпилем. Понятно, что он там ничейный. Но все-таки Игорь успел в последний момент заметить, что у черных есть другая, более перспективная комбинация. Черные дают CB4. Затем CD6. И играют AB6. Затем снимают три шашки белых. Ну и белым остается только сдаться. Вот так красиво победил Игорь Михальченко своего многоопытного соперника, чемпиона мира. Марадуло Амрилаева. Ну, последняя миниатюра на сегодня от гроссмейстера Игоря Михальченко. Ход белых. Рассчитайте, смогут ли белые победить в этой позиции. Можете поставить видео на паузу. Не торопитесь. Рассчитывайте. Если вы нашли выигрыш в этой позиции, ну вы молодец. Вы хорошо играете в шашки. CB2. CD6. BA3. Черные размениваются. Ну, белые, естественно, не дают черным развязать свой левый фланг. CD4. CB6. AB4. BA5. И BC5. Черным надо размениваться. Ну, потому что такого нет хода из-за простейшей комбинации. Загребущими руками снимая три шашки соперника. Поэтому черным приходится в этой позиции вместо АЖ7 играть ЕД6. Теперь белые бьют. Ж5 на Е7. Черные бьют на Б4. И белые ставят дамку. Черные отходят. И белые играют дамкой на F6. Ну, и у черных остался единственный ход. AB2. Вроде бы кажется, что ничья у черных, как говорится, не за горами. Но неожиданным маневром белые все-таки побеждают. АЖ7. АЖ5. DE5. Вот такая комбинация, друзья. Белые отдали три шашки. Побили всего одну. Такие комбинации редко встречаются в русских шашках. Но, тем не менее, она выигрывающая. То есть, обратите внимание, белые просто крейсируют по большой дороге. И три шашки черных не могут сделать ничью против одной дамки белых. Вот такая миниатюра от Игоря Михальченко. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Отвечу на все вопросы. До свидания. Еще увидимся. Продолжение следует...